То, что никакого пророчества в Писании нет, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. Вот эти два стиха, это программа на целую жизнь. Сколько уже дней я конкретно на эти стихи проповедую. И я касаюсь ни всей глубины. Отдельных слов совершенно не задеваю. Настолько много здесь заложено. И все вокруг Священного Писания. Никакого пророчества нельзя. Какого пророчества? Вот сегодня эти слова прочитали в Параме. Ну и что пророчество какое? Где? Пророчество исходит от пророка. Сколько? Как их звать? Где они жили? Чем они закончили жизнь свою? А все ли пророки вошли в Священное Писание? Это только слово пророк. Сколько вопросов требует разрешения? Спроси, сколько великих пророков? Да как, они же все у Бога велики. Называется великие и малые пророки. Ведь не ответите. Двоечники. А на двойку знать Писание, это на двойку исполнять. Звотовут, говорит, не знает Писание, ты его не исполняешь. Не исполняешь и нарушаешь. А нарушаешь и погибаешь. И все от того, что не читаешь. Притом ежедневно читать. Да не отходит книга, те и от уст, но получается ни день, ни ночь. Ложись поспать. Так, подождите, на столь грядущий. Давайте еще что-то прочитаем. На памяти не знаете. Где на Библии лежит? Спрашивают. Да где-то здесь шкаф полез поискал. А кто брал ее? Спрашиваете. Никто не брал. Забыли, где она лежит? Она называется настольная. Приучитесь так, чтобы на Библии не лежало ничто. Даже молитвословки не кладите на него. Приучитесь это так. Четыре великих пророка. Вот уже запоминай. Они называются великими по книгам своим, по объему большие. А не потому, что они больше других. Это в народе так называется. И церковь так их называют. И Саия. И Иеремия. И Зеки. Даниил. Все. Наступает новый завет. Около двадцати Евангелий блуждают по свету. Под разными названиями. И Фомы. И Батилийска. И двенадцати евреев. Апостолов евреев. Нету их. Церковь оставила только четыре. Четыре и четыре. А вот теперь цифру четыре будут объяснять и Леонские другие. Четыре старых светов. Четыре животных откровения. А как это все запомнить? Вот она лежит в Библии на аналое. Украшенной цветами. Это все в ней. И ничего там нельзя разрешить самому собой. Никакой грамоты, званий, докторских, богословских не хватит. А что? В молитве. Я вот сегодня стал с братом говорить. Скажи, как ты думаешь, кто? Кланяется по лескам и молится. А из старообразков кто? И с ними легко разговаривать. Они не бунтуют. Еще раз говорю. Пока не поздно. Навешай гайки. Шайбы разной навешай по десять. И начинай десять поклонов Иисуса, десять Божьей Матери, десять ангелов-хранителю. Всегда были. Четки у всех есть. У мусульман, у буддистов. В этом что-то есть. А что? И начинай испытывать, и ты узнаешь. Это в конечном счете приведет тебя к Священному Писанию. Я это понял. Это дорожки. Это зацепки, за которые надо зацепиться. Не можешь стоять. Сидя кланяйся. Мой близкий друг, брат, товарищ, когда заболел, был парализован. Левая рука такая шевелилась. Он левой рукой сидя, не мог стоять. Молился так, что вот здесь ему пришили новое. Пробитое пальцами было на плечах. Так его жизнь-то была вся духовная. Я стою, я за него молюсь, а язык молится по-другому. Он в раю. Дух говорит, он в раю, он спасенный. Он очень любил Бога. В любом вопросе он все относил к ревности о Боге. Ты услышал такое, сразу тебе заложи. Почему? А пророки так шли, а малые пророки, 12 пророков. И дальше перечисляется. Думали ли люди, составляющие Библию, то есть собирающие всех пророков, как Езра, что придет время, и будет 12 апостолов. А цифра 12 имеет свое значение. Полноты Божии. 12 и 12. И видел я, говорит, 12 звезд, 12 колен. Ведь это все вопросы. И еврейский народ знал, что главное наследие это дети. Они это знали. Почему? А слово говорит об этом. Сидишь ли за столом, идешь ли дорогой, рассказывай им о великих чудных делах Божьих. А вы о чем разговариваете, когда с ребенком стоите, когда в город едете, дорога-то длинная? По крайней мере, Библию, честно, значительное поставь. Слушай, не обсуждайте других и кого-то. Это все горько-горько откликнется. Никого не обсуждайте, некогда будет обсуждать. Я вижу ребенка, загнали, вот сидит. Почему вы не поставите? Сульчик не вынес его сюда, чтобы он видел. Он не понимает эти слова, их надо изучать. Но он видит на этом уровне. Вытащите эти стульчики вот сюда ближе. Понимаете, батюшка, к стенке поставьте. Ну, это не запрещается. Загнали его в угол, они там сидят, они ничего не видят, кроме вашей нижней части тела. Я уже сколько раз об этом говорил. Ребенок не может стоять, пожалуйста, пусть сидит. Ну, на ваших местах ижесурувима, означает мы прообразуем чурувима. Вот смысл какой. И его подними. Если ты пришел туда, 7 минут все стоять. Никто ни больной, ни лежащий, только может сидеть. Лежать лежит. Почему? Израиль шел к Богу. Иисус 12-летний шел. То ребенок мой не хочет идти в храм. Да он отеляется, берет ребенок. Иисус шел в храм. Весь Израиль по закону. А что не пойдет? Не пойдет, написано, побейте камнями. Это язву, заразу не водилось. На поводу идут, уже находят все подкрепления. А мой ребенок в храм не хочет идти. Да он не хочет идти от тебя. Ты сам к храму не привязан. Ты знаешь или нет, что каждые две недели в мире появляется новый перевод. Священно-писание. Новый. И каждые две недели, я не знаю, чем это объяснить, я не имею этих данных. Появляется новая секта. Секта новая. Там, где все на родном понятном языке. Какой бы ни был настрой человек, он переводит на свой язык, ему дают, на разговорный-то. И это секта, это ересь. А ведь вначале очищать церковь, давайте, как Мартин Лютер. А сейчас у ветеран берут интервью, и они между собой расководят ветеранина несколько. И с ними не согласны ни православные, ни католики. Почему? Мужеложников. Садомистов ставят священниками и епископами. Они никто. Официально. Но какие-то есть и православие, там, говорят, монахи, там бывают. Бывает. Это всегда было. Но это грех, за который отвечает на 18 лет. А это норма. Нормально, совершенно. И знает, они добились права и рукополагает, сегодня какой-то садомит делается священниками. Которым огонь вечный уготован. Которым Бог респепеляет. Да, конечно, добились. Они отошли от церкви. Они, во-первых, не церкви. А дальше от них, которые даже старые, 20 лет назад бывшие в Тому, полностью гуляют в мир. Они мир превзошли во всем. Мир еще как такая. Да, эти нет, мы спасенные. Кровь Христа за нас пролитая. Они все заморят. То есть на этой глубине и дни, а он даже не бывает, куда опустились эти церкви. Ты это все помни. Помни и храни церковь. Храни. Израиль никогда не отворачивал голову от храма. Никогда. Хотя Бог говорит, вы уже сделали его вертепом разбойником. Вы меня не знаете. Но храм оставался средоточен объединения. Нас ничто не может объединить, только Слово Божие. Слово Божие олицетворяется вместе со Христом, как бы объединяется. Ты любишь меня? А докажи. Господи, я докажу. Покажи, как доказать. Умереть, прыгнуть куда-то в яму, выкопать? Нет. Соблюдите заповеди мои. Любишь меня? Люби Слово Мое. А по Слову Божию так. Ты пришел, никуда не отвлекайся. Дети оборачиваются. Не решайте оборачиваться. Ну вот зажигает свечи. У нас не положено ходить по храму зажигать. Зажигает батюшка, никому поручено. А дальше Янглатаул говорит, не смотри, как зажигает свечи, и не отвлекайся. Знаете это или нет? Все устали. Батюшка зажигает свечи, а за свечкой все голову поворачиваются стоят. Вы не в кино пришли. И так, чтобы Слово Божие рассеяло в нас. А свечки ни одного слова не сказали. У нас есть ли жертвы, необходимы, они и будут. Мы православные. Но они в роли спасения никакой не играют. Есть она или нет. Но положено она будет, и чисто восковая будет. А когда один зажигал лучины, не хотел, Божья Матерь предупредила, смотри, не делай этого. Передлика моей, не коптил. Он не послушался. И она провела пальцем пониже колен, и ноги отнялись. И с тех пор был парализованный, но носил как носили. Не коптил мой образ, Божья Матерь сказала. Так это же не спасает. Ты понимаешь, что такое повреждение ума? Столько, что ты задаешь, в этом как раз и есть. Я одно и то же говорю, не могу взнимать. Это повреждение ума. А ума повреждение идет от сатаны. Не само по себе. Ты слышал? Скорее заложи и повтори. Дайте каждому ребенку обязанность, как в Израиле это было. Ни один еврей, самый маленький, без задания от родителей не живет. Я с другими нацами разговаривал. Я говорю, а как тебя учили? Он говорит, дедушка меня брал на пастбище. Отдавал какого-то ягненка, ты за ним ухаживай отдельно. Дайте ему грязку. Дайте курицу, пометьте ее. И вечером возьми отчет. Теленок не поенный весь день, батюшка вчера говорит, дождь должна пойти матушка напоить его. Ладно ли это? Скотиного пьет к Богу о вашем жестокосердии. Это вы их воспитываете. Это вам отмстится. Вы голодные будете, они вам не подадут кружку воды. Запряги его. И чтобы каждый день он давал отчет, переколачивал с одной стороны на другую, смотрел, расчетывал. Конечно, есть народные сказки. Есть. На них тоже люди когда-то учились. Так как у казаков есть рассказы о том, как, а это действительно так, ребенку, только рождается же ребенок, ему говорят, ты в армию пойдешь, ухаживай за ним. И он его ходит, выпрашивает, айос, лучше водой его поедет, зерном кормит, а дальше, как конь не хочет в армию идти, и как с седлом вместе в воду залез сбросит, а потом засох, он стянул, он едва дышит, а старый конь ему наказывает. Так это сказки. Ты Библию читай. Там деревья разговаривают друг с другом, птицы разговаривают друг с другом, птицы издают голос, зверь-лев вышел, говорит человеческим голосом. На этом построено все, образ оттуда брать. И твой теленок попьется против тебя, он жалуется, Господи, коснись сердце этого жестокого дитя, тебе родители его не учат, они не приучают его. И он смело смотрит на жизнь, его совесть не мучает, лег спать. Добейтесь никогда-то, а сегодня. Создайте ему такие условия, чтобы он как-то связан был с этим теленком. Не дай ему есть, не дай пить. Разбей эту твердыню жестокосердия. Вы же сокосердные детей воспитываете. Смотрите, не прогадайте. Священное Писание говорит, да коли не зайдет утренняя звезда, какая там звезда. У него агара, как папирос, уходит уже там. А звезда, которая в душе сходит, она освещает его в утренном. Нас ничто не объединяет, только Христов. Дети эгоистами растут. Статьюру, говорит, в годе только свою. Кто-то не вышел, те коровы пошли, куда он не смотрит. Сегодняшняя война, прекратите это безумие. Уже столько раз я слышу, батюшка говорит, не с места не сбегается. Пошел гнать коров, смотришь, а глянулся там, не гони свое. Дождись, вам вместе идти, вместе гоните. Оттуда пошел, всех вместе гоните. По дворам разгони, кто не стрел. Дети-то растут пустые. Пустые совсем. И пустые они почему-то по жесткотвердию. А ты загнал, а хозяин что-то не смог, или заболел, или не было, или забыл. Он благодарность Богу шлет. Это за тебя молитва. На непрестанной молитве исполняется. Ты все время не можешь молиться, а за тебя люди Бога славят. С каким арсеналом добра мы придем к Господу? А Слово Божие говорит, никакое пророчество не разгадывается, не расшифровывается без Духа Божия. Только Он отвечает, нужно знать волю Божию. Писали они по воле Божией. Бог сказал, а не написали. Бог сказал. Они услышали. Бог разве не сказал, что родители погибают из-за детей? За детей. Он пересеченен. Он хороший. Но детей Он не приучал, а только уговаривал детей. Не хорошее мало, а только уговаривал. И Бог сказал. Хребет к тебе сломлю. В молодых летах все будете умирать. От священства тебя отторгнут. При тебе, как человек пойдет в плен. Убойтесь. Я вам сказал, чтобы дети все время сидели здесь и смотрели в алтарь. Вы видите, куда выход священника. Сразу отобвиньте в сторону. Приучите их к храму сегодня. Они вырастут, по крайней мере, через храм найдут Бога. Тем более у нас так совершается без пропусков литургии. Больше половины уже на русском языке. Вы не забывайте, что в мире еще одна треть народа населения земного шара не имеет Евангелия. Вы о них молитесь. Я вот каждый день молюсь об иудеях, об иудеях, о мусульманах. Я вспоминаю по именам, кого знаю Папу Римского Венедивка, Сарабряческого Корнилия. Много людей, люди, Амберина. Господи, да воссияет там эта утренняя светлая звезда. Я больше ничего не могу сделать. Силы нет. Но на это у тебя сила есть молитвия. Зажать надо себя. Потому что великими усилиями Царство Небесное восхищается. Не просто так. Живу, ем, пью и ложусь спать. Нет. Все под контроль поставь. Заведите тетрадки детям. Что он сегодня делал? Как от школы ходит дневник, так и здесь. Сегодняшний день покажи, выведя участок ему, где прибивать. Два раза в день теленка переколотить. Два раза его напоить, чтобы он его расчесывал. Как у казаков за конем ходят. А весь Израиль-то и жертву приносил Богу. Вы смотрите, вот фильм о Барабраме, считаем, об Иисусе. Он выбирал лучшего ягненка. Игненка. Он знал заранее, кого в жертву принести. Дети-то ничего этого не знают. Единственное, что я приучил, в платочки, чтобы приносили. Чтобы у него была обязанность. Чтобы он подходил и спрашивал, а вы его спросите, а что мы сегодня утром читали? Днем основной. Что мы читали? Давай еще раз повторим. Какой-то из текста один золотой стих. Давайте повторим. Еще раз. Запомнили. Теперь как это исполнить? Начинайте работать. Бог вас развеет, праха не останется. Мы хотели состроиться. Наш замысел был на старинных, евангельских, благочестивых обычаях. Чтобы все были как одна семья. Увидел, скотина идет какая-то, сообщи. Она перед тобой, говорит, ты ее не видишь. А вы нарушаете устав наш на каждом шагу. Единая семья. Обвиняет Христос. Христос с нами. Если этого не поняли, зачем вообще-то жил? Небо коптил. 1 Петра 4, 2. Чтобы дальше нам жить не по воле человеческой, но по повелению Божию. Что бы ни сделал. По повелению Божию разве это может быть, чтобы скотина стояла голодная. До обеда овечки не выгнали. Стоят ревут. С каждой голос скотины написано вопиет скотина. Я вчера читал шакалы вопят. И Бог их всех слышит. Это особая молитва. И как правило жалоба. Маттея 6, 10. Да будет воля твоя. А воля тогда будет, когда мы разумеем, в чем она заключается. Стал только у нас сегодня выполнить волю Божию. Так, дети, давайте повторим. Какое у кого задание? Работаем. Пошел, прибиваешь его и так, Господи, по повелению Твоему, Ты всей скотине дал подчиняться нам. Благодарю Тебя, вырастает. Смотри, она заранее обреченная под нож. Я для нее палач. А Ты дал ей силу покоряться мне. Ведь быстро заблодать может любого. У него силы намного больше. И вся тварь боится меня. Я господин надеюсь. Какой господин? Поганый царь природы. Ты договаривай. Суди себе. Я не мог быть таким теленкой. Надо мной вот такого поставили негодяя. И он бы меня морил голодом, не поил. Что бы я сказал сейчас? Как бы я Богу жаловался? Вы начинаете с разной стороны себя подсчитывать. В таком состоянии. Ко кому мы нужны? Когда перед близкими людьми, то мы не лучше выведем. Матфея 24, 46. Господь Христос говорит, если нельзя не пить эту чашу, да будет воля Твоя. Иисус подчиняется воле Божией. Воля Божия в нас заложена от создания мира. Бог говорит, когда сотворил человека, то в человеке образ Божий заложен. Да будет воля Твоя. Пошел с водой, да будет воля Твоя, будет жажда. Богач в воду жаждет капли, ему не будет. Господи, может на этой скотине, за кошкой ухаживать за собакой. Может на этом что-то коснется сердце. Некоторые собак держат, в течение месяца ни разу не выгуливают. И ты каждый день выгуливай ее на поводке. За это тоже придется отвечать. Иоанн, 6 глава, 39 стих. Воля же пославшего меня есть так, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Иисус со Своей стороны все выполнил. Он вон на кресте. Он даровал Духа Святого. А теперь зависит только от нас. Отклекнется на этот Дух или нет. Во всяком деле, где бы ты ни был Василий Георгиевский, говорит, христианин все по-другому делает. У него особая какая-то нежность во всем. И скотина твоя нежная будет, она за тобой будет идти. Она будет лаской тебе отвечать. Деяние 21.14. И как Павла они не могли уговорить, то успокоились и сказали, да будет воля Господня. Он говорит, я уйду и больше меня не увидите. Я ухожу и прощаюсь навсегда. Меня арестуют. Меня казняют. Да ты не ходи. Не могу. Там мои родные евреи. Я должен еще раз им рассказать о Боге. И тогда все успокоились. Деяние. 1 Коринфянам 2.15. Ибо то есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Да как мы можем заграждать, когда у нас не лучше? У нас все должно быть лучше. Лучше, чище, святее. Приезжает кто-то. Посмотрите кто. Приведите к родителям. Сразу скажите, кто-то приехал, а может и человек с дороги, а может и угостить его надо. А может накормить на дорогу надо дать. Чтобы дети эти слова говорили. А ведь они не интересуются, кто приехал в этот день и уезжает вместе с собой. Мы постоянно должны это говорить. Мало того, чтобы ребенок сам подошел, если в священник или кто-то первый подошел, как Варфоломей, будущий Сергий Радонский, благослови меня отец. А потом приди еще и родители благослови. Чтобы дети звали вас на молитву. Тогда вы увидите результат. Пока этого нет, ничего еще нет. Как только ребенок в среди дня будет прибегать к вам и говорить, давайте помолимся. Сегодня мы говорили, не могу я это выполнить. Работа началась. Пока этого нет, ничего нет. Мерзкие, при том не лучшие люди растут. Первое Маковейское, 3.6. Какова будет воля на небе, так мы достатворим. Вот такие слова, все-таки евреи знали, как говорить. Какова будет воля Господня. А воля-то Господняя та, чтобы никто не погиб. А не погибли тогда, когда голос Божий слышит. Это необходимо все время подгребать к этим стихам воля. А ничто так не препятствует спасению, как наша воля. Видите упрямство в ребенке. Сегодня начинаете бороться с этим. Он делает по-своему, он не хочет работать. Бросьте эти мысли, что ваш ребенок интеллект, интеллектуал какой-то. Из царского рода всегда старались учить детей хотя бы одному ремеслу. Как у грузин. Царь уел только ткать в ковры. Научили, что-то. Попал в плен. И мы никогда бы не вылезли. Никто не знает, где он есть. Он соткал в ротовер и сказал одному. Он говорит, ты продавил царицу грузинской. А там у нее буква-то узор. И она по этим узорам узнала, где он сидит, взял. Он тебе много дадут. И в самом деле она целое состояние дала. А если бы не умел встать в ковры, он бы там сидел, я бы ничего не взял. Так бы и погиб там. Имейте какие-то ремесла, приучайте детей. Вот у нас дети только приезжают в лагерь. Мы стараемся каждому дать один. Вот ты сегодняшнего дня скрываешь и закрываешь все двери. А от этого выносишь мусор. Он сел за стол, не сядешь за стол, а их из-за стола вытаскивает. И уже через неделю все свои знают. Какая обязанность у ребенка? Не смотри, что он маленький. Ты живешь около леса, чтобы ни на сучечках лесу не было. Собери все до одной травинки. У нас каждую тему обрывают по несколько раз за леса. Привещайте пальчиком работать. Как на молитве стоял? Плохо стоял? Отдельно, с капотлором. Плохо в краме стоял? Отдельно. Все, неделя прошла, все дети знают. Ваши дети при вас. Мы через неделю учим то, что вы за 18 лет не могли научить. Отсюда вывод. Ваши дети попадают в лагерь, а они всему умственно учаются. Вы не хотите учить. А вот за это Бог спросит. Ты можешь не быть учителем, но учить ребенка ты обязан, ты его родил. До 17 лет или 16 ребенок что-то сделает и счет, родители платят. Даже по государственным законам. Матфея 10, 29. Ни одна из них, то есть из птиц, не упадет на землю без воли Отца Небесного. Я думаю, воля Отца Небесного именно в том заключается. Чтобы мы вникали в закон его, закон совершенный. Матфея 18, 14. Так нет воли Отца Небесного, чтобы кто один погиб и знал их. Эписянам 1, 5. Чтобы он нас предопределил установить через Иисуса Христа по воле Отца Небесного. Мы не просто верующие стали, а по воле Небесного Отца. Калосимам 1, 9. Чтобы мы исполнили волю его во всей премудрости и разумении духовном. Салон 106, 11. Так как они не бредли о воле Всевышнего, когда Господь поплялся, не войдут в обедованную землю. Исайя 5, 17. Будет время, когда не будет пастыря, и будут он, кто пастись по своей воле. И будут чужие питаться жирными спажитами богатых. Другие будут люди жить. Раз не слушали, не советовались, ничего этого не будет. Иеремия 10, 23. Знаешь, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам него. Как ты хочешь, так не будет. Надо на все и спрашивать благословение Господне. Наши братья сегодня выбираются на благовестие. Кто-то повезет их. Это все благословение. Да ко мне съедят, может там ничего и не будет. А это Бог берет на себя. Ты делай шаг и иди. Ты благодарил, становя Бог, выведет как надо. Даниила 4, 32. И все, живущие на земле, все, ничего не значат. Но по воле своей он действует. Как в небесном, так и у живущих на земле. Что бы не увидел, такова воля Божия. 1 Иоанна 5, 14. Когда мы просим чего? По воле его. Он слушает нас. И молитв уже заранее знает. Я прошу, а это по воле Божией или нет? По воле-то Божией. По Писанию надо знать, а не просто дай. Римлянам 8, 20. Нам тварь покорилась. Недобровольно, но по воле Божией. Почему быт подчиняется ложе по воле Божией? Они волю Божией исполняют. А если мы к ним относимся с жестокостью? Значит, по воле человеческой. А может быть и ниже. Римлянам 9, 19. А кто противостанет воле его? Сегодня мы все вместе. Завтра, может, внезапно, обстановка изменится. И вот это вот что сегодня мы видим. Это покажется нам как Царство Небесное. Настолько же у нас сегодня хорошо. Мы все свои. Вместе молимся. Открыто можем подойти к священнику и выставить свое желание по молитву алтаря. Люди-то многие, ничего этого не имеют. 1 Коринфянам 8, 2. Он говорит, они отдали самих себя Господу. А потом и нам по воле Господню. Кому мы себя отдали? Я говорю Господу. А Павел говорит, и нам. Так вот этого в нам входит кто? Патриарху я не отдаю себе, я в него волю. И пистопу целиком не доверяюсь. А кому нам? А на земле все равно кто-то должен у тебя быть. Да к апостолам. Вот апостолам по Писанию я отдаюсь. Святым, отцам. Но и на земле кто-то должен, с кем ты должен советовать. Ифицианам 2, 2. Чтобы мы жили не по воле князя, господствующего, сына, противления, какими были некогда. Значит, не зная воли Божьей, исполняешь воли дьявола. А вот рассудить так же. Ведь люди-то были очень грамотно. Вы знаете, Сократ, Платон, Аристопель. А все язычники. Они умом своим заходили вплотную до христианского учения. Но они не знали. И все они служили, приносили жертвы демонам, идолам. Значит, ум не помогает. А помогает что? Смирение и откровение Божие. Я вот считаю, какие-то Пипогор. Вот считаем мы, великие физики, ученые, эзоков, эсхилов. Тогдашние. Ведь они все-все поклонялись идолам. Но хотя бы один был христианин, нет. Считается, что им, этим людям, в аду Господь проповедовал и вылилось Царство Небесное. Так считает Григорий двоих слов. Я склоняюсь к этой же мысли. Почему? По совести жили. Апостол Павел об этом послании к Римамам говорит. А христиане, которые исповедались, причащались, а жили не по воле Божией, они никогда не уйдут в Царство Небесное. С нас спрос будет намного больше, чем с незнающих. Премудрость Холомона 6.4. Они не вошли в Царство Небесное, потому что поступали по своей воле. И об этом надо молиться. Господи, да будет воля Твоя, а мою волю истреби совершенно. Ибо она мне на каждом шагу дает подножку. Чтобы, вникая в Слово Твое, я его не пытался разгадать человеческим умом, но искал толкование святых отцов. От сектанта, великий код, все это закрыто. Сохраним себя в церкви, сохраним и для Царства Небесного. Аминь. Продолжение следует...